Привет! Вы на канале TradeFact, с вами Глеб. Сегодня мы поговорим о дальнейшей судьбе XRP, куда может в ближайший месяц-два пойти цена, какие у нас есть причины и, скажем, возможные вариации похода цены. Также мы рассмотрим цену XRP в краткосроке, куда цена может дергаться как вверх, так и вниз. И все это мы сделаем в этом ролике. Начнем мы поэтапно с разбора стаканов, затем перейдем, посмотрим два графика. График доллару и график биткоину. Рассмотрим одну из последних интересных новостей. И я покажу свои последние сделки и свой money management, как я в дальнейшем скажу, скажем, буду делать какие манипуляции с XRP и какие риски под него отводить. Первое, что я вам хочу показать, смотрим наиболее топовые ликвидные биржи Binance, Bitstamp, Bitfinex и Kraken и обращаем внимание на ASCII. Смотрим на ASCII по Bitstamp. У нас есть крупная котировка на 41.6, а следующие крупные котировки у нас начинаются где-то с 47 по 50 центов. Смотрим дальше. Биржа Bitfinex, то же самое, единичная крупная котировка 42.8, а потом уже крупные котировки 49.50 центов. И, наконец-то, биржа Kraken. Та же самая ситуация. Примерно по 42 цента у нас стоит 200 тысяч долларов, а затем у нас, начиная где-то с 50, 120 тысяч и 53 цента, у нас тут уже более такие плотные жирные котировки. Вот, запоминаем, да, что примерно 47 по 52, по 53 цента у нас, скажем, и стоит основное сопротивление, а все, что до 47 цента, у нас тут пустота и может быть пробой. Но здесь полностью как бы разнится с этим биржа Binance. Смотрите, какой плотнейший стакан, начиная там с 41.4, и у нас вообще нет никаких там малейших, скажем, проплешин или таких, знаете, тонких мест, куда может цена прийти, потому что вот вообще вплоть до 50 центов, даже вплоть до 60 центов у нас стоят котировки. Одна за одной, одна за одной, там 100 тысяч самое минимальное, там и по 500, и по 700 есть тысяч котировки. Вот, а о чем это говорит? Во-первых, запоминаем цифры 0.47, 0, скажем, 53 цента, потому что по Binance половина из этих котировок, если мы пойдем, скажем, у нас будет позитивный такой локальный разворот, половина из этих котировок, она будет просто сниматься, а другие будут исполняться, потому что покупатель будет доминировать и будет как бы откушивать все эти большие объемы. То есть по стакану важно было увидеть этот момент. Давайте посмотрим ленту сделок, что у нас произошло за последние где-то час-полтора, как у нас, скажем, покупатели и продавцы себя вели. То есть сейчас у нас 19.55, а в ленте мы видим за 18.28 последнюю сделку. Да, соответственно, у нас статистика за последние полтора часа. Мы видим, что у нас покупок 16 миллионов и 3xRP, а продаж у нас немного меньше 13 миллионов. Вот, как раз это обусловлено тем, что, да, мы видим на графике, что у нас сегодня цена приходила примерно к 39 центам, и мы видим вот такой вот уже 5, даже почти что 6% хвост. Вот, и в принципе последние час-полтора эта тенденция продолжается, потому что мы видим, да, по ленте, как у нас происходит откуп. Вот, это важно понимать и вспоминайте стаканы 47.53 цента, что это такое. Теперь мы перейдем к разбору графика именно к доллару. Давайте поговорим о вначале, скажем, локальных трендах, а затем перейдем к более глобальным трендам. Что касается локальных трендов, куда мы сейчас можем отскакивать? Первое, что мы видим, да, у нас есть FIBO, а FIBO у нас как раз движение вот с вот этого вот пампового движения, которое было более чем 170%. Вот, и мы видим, как уже двое, даже почти что трое суток мы ударялись в уровень 61.8, еще это совпадает с уровнем, скажем, таким горизонтальным, довольно сильным по графику. Вот, и на текущий момент от этого уровня мы упали вниз почти что на 11%, а на пике мы падали, давайте замеряем даже на сколько, на пике мы падали более чем на 15%. Так вот, куда у нас дальнейшие цели, если у нас сейчас цена разворачивается и идет вверх? Это, конечно, все тот же уровень 61.8, а это примерно отметки 45.5-47 центов, скажем, в этот диапазон. Как раз это еще совпадает, вот у нас глобально вырисовывается вот такой вот, скажем, треугольник, он обозначен оранжевыми линиями, такими с жирным начертанием, специально сделал, чтобы было заметно. Вот, и небольшой, скажем, пробой, как раз отправит цену где-то на 48-49. И здесь также вблизи у нас последующий уровень Fibonacci, который находится на отметке где-то там 52-53 цента. Опять же, никогда у нас нет точных уровней, это важно понимать, у нас всегда есть приблизительный диапазон, куда может цена прийти. Это важно учитывать, поэтому я говорю 52-53 цента. И вспоминаем, что мы видели в стакане, как раз начиная с 47 по 53 цента по всем биржам, кроме Binance, у нас есть слабость. И то есть у нас может произойти какой-то такой, знаете, краткосрочный импульс. Мы как раз, допустим, с текущих цен, да, у нас может цена подняться, там, скажем, от 20%, даже немного больше, от 25% вверх и где-то от 15% нижняя, скажем, планка. И на этом импульсе мы можем как раз и прийти к этим значениям. Вот, что бы я делал? Если у меня сделки набраны, скажем, плюс-минус по текущим ценам, то, конечно, профитом в 15-25% закрыть, это шикарно, я считаю, хорошо, мне этого более чем достаточно. Также могу и вам рекомендовать, если вы не холдер XRP, а именно трейдер XRP, то сделки, которые выше 10%, сейчас, в принципе, закрывать. Волатильность это делать позволяет и как раз, скажем, по всем техническим формациям, то отсюда мы можем, скажем, подзастрять и цена у нас либо пофлетит, либо будет отбиваться вниз. И не зафиксировать профит, как по мне, ну, не совсем грамотное решение, поэтому лучше его, конечно, фиксировать. Вот, мы разобрались, да, с тем, куда мы можем сходить там в ближайшие вообще дни. А куда мы можем опускаться? Опускаться у нас примерно та же самая история. У нас есть отличный уровень 0.78, он как раз совпадает где-то 38-39 центов, ну, можно сказать, мы уже сегодня к нему приходили. То есть вот этот вот диапазон. И более нижние уровни, они отмечены у меня уже на графике. Это 37 центов, это 35 центов и это 32.8-33 цента. Скажем, весь этот диапазон, он как раз совпадает еще с нижней границей вот этого треугольника равностороннего. Вот, и, то есть, соответственно, все наше движение, если с текущих цен мы идем вниз, давайте замеряем, сколько будет это движение, порядка там 20-21%. Это, как бы, скажем, отличный диапазон на подбор для таких, скажем, краткосрочных манипуляций. Вот, это что касалось, как бы, локальных трендов. Сейчас, немного позже, буквально через 3 минуты я покажу свои сделки, которые я делал, которые я закрывал там за последнюю неделю. И, скажем, где стоят мои покупки, объясню почему. Вот, но, то есть, мы разобрали, да, локально, где мы разгружаем позиции и где мы собираем позиции на, скажем, ближайшую неделю, куда еще цена может походить. Теперь давайте смотреть более глобально, а глобально мы смотрим первое. Вот этот треугольник, который сейчас формируется, да, у нас было там единичное пробитие менее чем сутки. У нас цена не смогла, вернее, более чем на сутки задержаться и опустилась снова, скажем, данный треугольник. Вот, мы видим, что окончание треугольника, это примерно конец февраля и первые числа марта. Но не стоит забывать, что треугольник может пробиваться абсолютно в любое время, но просто чаще всего происходит так, что ближе к его окончанию как раз и происходит пробитие. А для нас важно вспоминать, что мы ждем новости со стороны SEC, да, иск, напоминаю, они подавали как раз вот на вот этом падении, это примерно было 21-22 декабря, и мы сильно упали, там, более чем на 66%, как раз на 17 центов приходила цена XRP. Так вот, какие-то дальнейшие прояснения по этому иску у нас будут к концу февраля после 20-х чисел. И как раз если новости выходят позитивные, что SEC либо забрала свой иск, либо компания XRP выиграла, скажем, суд, то как раз мы можем увидеть это пробитие треугольника вверх. И давайте постараемся оценить, скажем, диапазон, куда мы можем вылететь вверх и масштабность, да, этого пробития. Давайте так на скорую руку померяем, что мы видим порядка 220% высоту треугольника, и, допустим, у нас пробитие происходит здесь, и отмечаем эти там 220%. Мы видим, что мы можем сходить порядка $1.45, $1.55. Опять же скажу, что это долгосрок, это очень сильно зависит и завязано на новостном катализаторе. Если у нас действительно SEC, скажем, разрешится заседание суда в положительную сторону для XRP, SEC, скажем, получит поражение, а XRP победу, то тогда мы можем уже ожидать там, да, на поход выше доллара. Если у нас будет вот такая неразбериха, как сейчас, то ни о каком таком пробитии говорить не стоит. Вот первый момент. Второй момент. Давайте померяем негативную сторону. Мы видим, что мы можем опуститься порядка 65% вниз. Например, пробитие у нас происходит здесь. И мы видим, что это где-то от 15 до 12 центов мы также можем сходить вниз. Почему такое может быть? Ну, например, те же новости, тот же иск, который подала SEC, подали SEC, что, допустим, Ripple действительно признаны, скажем, ценными бумагами, они обязаны что-то там возместить, биржи начнут снова там массово долисить уже не только в Америке, там XRP начнет как-то перебираться, например, в юрисдикцию Японии, которые лояльно относятся к Ripple. И пока все это будет, действительно, мы можем увидеть вот такое вот сильнейшее падение. Так что глобально картина такая. Вот сейчас все очень сильно зависит именно от новостных катализаторов. Процентов 60-70. Моего видения, что у нас будет положительное разрешение новостных событий, но, опять же, предсказать, сванговать, предугадать это никак нельзя. Я говорю чисто исходя из своего опыта, который у меня есть с 16-го года, и подобные ситуации не конкретно с XRP, с другими коинами я уже видел, и в основном все разрешалось в положительную сторону. А вот эти вот как раз сильные сливы были для того, чтобы набрать очень, скажем, высокие масштабные позиции по очень вкусным ценам. Вот. Так что глобально у нас вот такая вот картина по XRP получается. И хотел я вам показать еще новость, да. Новость, новость, новость. Интересная вышла не так давно, пару дней назад. Дочка SBI Holdings включила XRP в сервис кредитования. И токен XRP как раз подорожал на 15%. Это было вот на вот этом моменте, да. Вот этот вот рост на 20% как раз в основном, скажем, фундаментально был обоснован данной новостью. Что это такое? SBI VC Trade это дочерняя компания японского финансового конгломерата, который называется SBI Holdings. И они у себя на сервисе добавили поддержку токена XRP от финтех фирмы Ripple на платформе криптовалютного кредитования. Что это конкретно значит? Что услуга позволяет получать прибыль, предоставляя свои криптовалюты для кредитования других пользователей. Первое, что я хочу подчеркнуть, что вот эта вот компания финансовый конгломерат японский SBI Holdings является довольно, скажем, таким крупным игроком. А дочерняя их компания, которая включила XRP, теперь они могут предоставлять, скажем, те, кто предоставляет свои XRP, они получают вознаграждение очень маленькое, в размере 0,1% годовых. Это уже включая налоги. Вот, но тем не менее, как бы, что вот такой вот гигант, и у него есть дочерняя компания, они включают XRP, это фундаментально, скажем, большой плюс, на который Ripple, казалось бы, да, сейчас находится под судебным иском, но тем не менее цена отреагировала на 20% вверх. Вот, эту новость я вам хотел сказать, знаете, со стороны такого ключевого фундамента, что это важно учитывать, это важно, как бы, знать, если вы активно торгуете эту монету или тем более холдите. Почему у нас произошло сегодня такое сильное снижение на 12,5%? Здесь все просто, начал падать биток, видим, да, что эта ситуация и по битку тоже коснулась, и попадали все альты и Ripple в том числе, смотрим, да, по эфиру тоже падение на пике, те же 12,5%. Давайте посмотрим Litecoin тоже падение, Bitcoin Cash тоже падение, ну, то есть ничего такого экстраординарного не произошло или негативного именно у XRP, то есть начало падать все, вот и упал XRP. Вот, это тоже важно понимать, что конкретно какого-то негатива по XRP не происходит. Теперь я обещал показать мои сделки. Первое, что мой текущий портфель находится в таком состоянии, у меня 91% в кэше, в долларе, именно который Ripple-овый портфель я торгую, и всего лишь 9% у меня находится в XRP. В целом, финрез, да, несмотря на все это падение у меня положительный, потому что с предыдущего видео, кто смотрел, а кто нет, рекомендую посмотреть, вы знали, что я фиксировал все свои, скажем, последние сделки уже в районе 50 центов, то есть я не дожидался вот этого всего пампа и роста, я максимально себя обезопасил. Вот, теперь переключаемся на трейдинг-панель. Я покажу где-то, по-моему, у меня 2-3 последние были сделки за неделю, и что я делал, собственно. У меня было, когда, да, у нас случился вот этот вот памп, и потом на откате у меня было 3 покупки, и сейчас я покажу, 2 из них я уже продал, и 10, ну, вот эти вот 9% я оставил. Вот, как раз, да, 3 и 5 февраля у меня было 2 сделки. Первую сделку у меня была покупка по 36, я закрыл почти что по 40, забрал 10%, и второе 20% от ДПО, тут было как бы в 2 раза меньше, вот, у меня был вход по 42,8, и как раз на вот этой вот новости, на задерге, по-моему, куда мы там доходили, да, как раз на 47, даже почти что на 48 центов мы доходили, я распродал 20% ДПО, то есть у меня суммарно на тот момент было, скажем, на откате, на коррекции, я забирал 40% XRP, и вот 30 я отдал тоже в 10%, то есть прибыль получилась довольно значимой и хорошей. Вот, и на текущий момент ситуация такая, что у меня есть всего лишь одна открытая сделка, открывал я ее, по-моему, по 47 центов, давайте сейчас посмотрим, да, покупка по 47 центов, вот, она находится в просадке, но меня это никак как бы не беспокоит, потому что я очень классно снизил среднюю за счет всех этих манипуляций, вот, и я обещал показать по своим как бы ожиданиям и покупкам. Первые две сделки, которые я надеюсь, скажем, с большей вероятностью получить, это 38,5 покупкой, 35,2, на всякий случай я расставился на ножи, на пробои, на 32,7, на 28,5, 32,7, вот, да, вы видите, как это выглядит на графике, как раз самая нижняя, скажем, сторона треугольника, а сюда, если мы, скажем, ну, совсем пробьем, у нас тут вот такой вот замечательный уровень, сейчас я вам его покажу, вот, да, мы видим, насколько уровень классный и как он долго по истории держал цену, вот, и на всякий случай на нож я расставился здесь, причем это еще совпадает с нисходящим вот таким вот каналом, если там, допустим, через дней 5-7 мы сюда подойдем, то очень получится взять классную сделку, вот, возможно, я в моменте буду покупать по рынку, например, там немного дороже, по 39 центов, или там, возможно, даже по 40 центов, но пока что я не тороплюсь, я еще жду дальнейшего снижения. Вот это, что касается локальных трейдов, я их буду закрывать в плюс минимум там 9-10%, иногда выдерживать побольше, и такая, скажем, у меня локальная формация по XRP. Опять же, смотрите, что, несмотря на то, что у меня выделено конкретно 100% под XRP на этом портфеле, я буду очень аккуратненько и не входить больше 50-60% в Ripple, потому что я не знаю, да, как закончится эта история с, скажем, иском, который подал SEC, и если мы действительно пойдем там на 20-15 центов, то остаться, скажем, лишь в монете XRP, не имея никаких денег, очень плохо, поэтому я очень аккуратно буду к этому относиться. Вот, чего, собственно, и вам советую. Стакан показал, и остался у нас, да, график, я обещал показать к биткоину. Кстати, часто в комментариях пишут, почему ты никогда не смотришь. Я смотрю, но там не всегда какие-то интересные информации. Вот глобально, что мы имеем. У нас сейчас цена 1084, и как раз мы видим, что по FIBA это совпадает с 78 уровнем. Отсюда мы уже один раз отскакивали на 19%, и чаще всего, если у нас сейчас будет какой-то позитив, мы можем отскочить как раз на два уровня, снова 61,8 и 0,5. И давайте посчитаем это на 20% и на 35%. И все это мы интерпретируем, скажем, по графику к доллару. Давайте смотрим. Если мы уходим на 20%, это порядка там 49 центов. То есть, если уходим на 25%, это будет порядка где-то 51-52 центов. Вот, все те же уровни, да, о которых я говорил. У нас график и биткоина, и доллара, они совпадают. Плюс еще стаканы подтверждают, что сюда может произойти какой-то такой резкий пробой. Вряд ли с закреплением. Пока что по новостным катализаторам мы не получаем каких-то интересных, скажем, вестей, что все хорошо или все там в процессе скорого кода рассмотрения и положительного завершения. Так что сугубо по FIBA уровням у нас ситуация такая. Если посмотреть более глобально, да, то у нас есть вот, скажем, два таких замечательных уровня, куда мы можем прийти. И здесь нам нужно уже сделать там 130 и 160%. А это как раз уже там XRP позволит выйти. Давайте, чтобы не голословить, точно посчитаем там 130 и 160. Меряем. 130 и 160. Ну да, это как раз мы к доллару приблизимся. Но опять же, я ожидаю, что мы сходим как раз к этим уровням только при положительном новостном катализаторе. Просто так, ну, вряд ли цена XRP пойдет к доллару. Но пока что процесс разбирательства с SEC и с этим иском не закончен. Вот. Еще что интересного по графику XRP BTC. У нас есть два таких уровня сопротивления зеленым цветом. Это 22% вниз и 36% вниз. Почему это может случиться? Я уже показывал как раз, если с текущих цен мы уходим на там в районе 30% вниз, да, это нижняя часть треугольника и сильного уровня. То есть, как бы опять же, график долларовый у нас совпадает с графиком биткоина, что здесь нас ждет очень сильное сопротивление покупателей. И вряд ли с первого захода у нас получится проломить цену. Соответственно, для каких-то таких локальных полуглобальных трейдов вы знаете, что 30% вниз стоит расставиться. И, соответственно, продавать там, начиная с 53 центов и идти вниз где-то по 47 центов тоже хорошие уровни для продажи. Вот вам, скажем, такая целая готовая стратегия по XRP. Я поделился еще своими глобальными ожиданиями, показал последние сделки и что я планирую сделать. Надеюсь, если для вас такой формат и моих сделок, и моих размышлений локальных, глобальных полезен, то обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментарии, чтобы я понимал, стоит ли делать мне такие включения, или вам это не особо интересно. А на этом у меня все. Всем пока. Желаю хорошего дня. До свидания.